Тему на этот доклад я менял несколько раз, ну, то есть как бы я ее редактировал, отправил я ее один раз, вот, и она вначале называлась как-то более конкретно, типа API для сервис лейера, например, с Inventory, потом просто API дизайн для сервис лейера, и в итоге я ее обобщил до максимально чего-то такого обобщенно-абстрактного. В итоге мы сегодня поговорим с вами об API дизайне и о том, как лучше всего проектировать API, ну, с точки зрения того, как мы это видим, лучше всего проектировать. Вообще поговорим про API и что это, вот, и так далее. Давайте сразу решим, как много здесь программистов находится в зале, просто чтобы понимать. Крутяк. Вот, потому что, потому что, как бы, у меня слайды технические, если бы они были не, ну, то есть, если программистов было мало, я бы их просто прощелкал, наверное, и мы бы пошли пить пиво. А так чуть поговорим. Это я, вот, я работаю архитектором в компании Magento последние 6 лет, делаю что-то полезное, очень много полезного, вот, и, в частности, езжу вот на такие метапы. И я считаю, что это, наверное, может быть, даже самое полезное, что я делаю в компании, потому что Magento является open-source продуктом, а сила любого open-source продукта – это его комьюнити. Вот, мы долгое время были продуктом, особенно во времена эры Magento 1, мы были продуктом, чьи исходники можно скачать в интернете, но мы при этом не были open-source, да, в широком понимании этого смысла. Сейчас мы готовы к тому, что, ну, то есть, если мы называем себя open-source, мы открываем дверь, мы должны готовы быть принимать гостей. Соответственно, вот ваши pull-requests, ваши contributions, ваши участия и вообще все – это вот как раз то, что мы готовы принимать, то, что мы принимаем и с чем мы работаем. Сервис-лэйер. Я так понимаю, что… Давайте сразу, кто-то слышал сервис-лэйер, что такое вообще, может быть, фаулерзовский сервис-лэйер, кто-то слышал про Magento. Окей, давайте расскажу чуть больше, уделю внимание, что это такое, почему мы его хотели делать и чем это отличается от Magento 1. В Magento 1 не было сервис-лэйера, да, то есть, что было, что являлось API в Magento 1? Все. Мы даже не использовали ничего приватного. У нас были аксессоры видимости, это были public, protected, мы говорили, используйте нас как хотите, вот, переопределяйте нас как хотите, реврайтите нас как хотите. То есть, мы говорили, что… И это было трендово, это делали не только мы, это делала Symfony 1, в частности. Вот. Такой был подход к расширябельности. Вот. И на что мы наступили в какой-то момент? На том, что мы, когда мы выпускаем последующие-последующие релизы, естественно, бизнес, он требует, чтобы продукт изменялся. Видение архитектуры, оно требует, чтобы продукт изменялся. Но, когда мы начинаем вносить изменения, каждое изменение в продукт, так или иначе, оно кого-то ломает. Вот. Оно ломает, а, соответственно, мы накапливаем ком каких-то… Ну, помните, как было это в Magento 1? Мы создавали еще один protected method, вот, накидывали параметры, и все это, все равно это кого-то ломало. Вот. И при этом у нас было достаточно большое количество legacy кода в самой системе, которая при этом, по большому счету, не использовалась системой, она использовалась кастомизаторами и так далее. Вот. И этот большой ком, он накапливался, и мы хотели этого избежать в Magento 2. Поэтому в Magento 2 мы хотели сделать некие гейтвейты, которые мы хотели, предполагали, что их будут использовать все пати программисты, кастомизаторы. Вот. И с помощью именно этих гейтвейтов они будут получать, работать с функционалом конкретных модулей, вот, и получать этот функционал. При этом другую реализацию, то есть то, что не является частью этого гейтвейта для модуля, соответственно, мы оставляем за собой право менять, как хотим. Вот. Соответственно, так появилась идея сервис-лейера. Сервис-лейер в свое время ее описал Fowler. Фактически это представляет собой как некие фасады, дополнительный лейер фасадов, который прячет за собой всю сложность модуля и предлагает какие-то внешние API. Вот. Я, кстати, очень рад, что передо мной был доклад по микросервисам, потому что где-то что-то все всегда, на самом деле, когда мы говорим о модульности API, мы всегда где-то подразумеваем микросервисную архитектуру, особенно сейчас, потому что это хайпово, это трендово, это модно, стильно, молодежно. Ну и вообще как бы мы куда-то все туда ориентируемся. А вот. Знаете, как мода повторяется каждые 20-30 лет, вот так же и микросервисы. Они были популярны в 80-х, теперь они снова популярны. Собственно, мы выделили этот слой сервис-лейера, через который должны общаться модуля между собой. Но при этом, вы сами понимаете, что заставить наше существующее модуля, так как Magento 2, она была не написана заново, она пошла путем эволюционного рефакторинга Magento 1. То есть сделать так, чтобы сами модуля общались по этому новому сервис-лейеру, который был добавлен, это фактически говорит о том, что его нужно переписать огромную часть Magento. Поэтому эта работа, она как бы велась и ведется, но объем скопы этой работы очень большой. Поэтому не во всех модулях сервис-лейер, ну то есть во многих модулях уже сервис-лейер есть, но не во все модуля между собой работают по сервис-лейеру. Но весь новый код, который появляется, он как бы соответствует этому требованию, и он использует этот лейер сервис-контрактов. Вот. Это такое было небольшое интро, что такое сервис-лейер и как он выглядит. Как он выглядит, он выглядит приблизительно вот так. То есть у нас появился в модулях дополнительный namespace API, в который фактически есть структура двойной вложенности, где есть фактически DTO, DTOшки стандартные, то есть Data Transfer Objects, и лейер сервисов, которые работают с ним. То есть по большому счету, грубо говоря, у нас есть некий абстрактный модуль Inventory API, и мы говорим, что вам абсолютно не нужно, если вы хотите получать работать с этим модулем, вам не нужно ничего кроме этого. То есть вы берете эти API, вызываете, и вы получаете какую-то кастомизацию делаете. То есть если вы программировали на C++, то это некий очень похожий концепт, когда вы используете DLL и H-файл. То есть вам не нужно знать ничего, кроме вам не нужно знать, как код реализован, вам достаточно подинклюдить H-файл и, в общем-то, вызывать публичные методы. Но PHP не предоставляет возможности спрятать, сделать код закрытым. Поэтому мы здесь имеем те ограничения языка, которые у нас есть, и сейчас мы поговорим, как мы с этим живем. Да, семантическое версионирование. Семантическое версионирование – это то, что, может быть, Настя не назвала в первом докладе. И это то, что, как мы считаем, должно очень сильно облегчить, в первую очередь, вашу жизнь – это следование правилам семантического версионирования. У нас есть мажорная, минорная и патч-версии. И эти мажорные и минорные патч-версии, они, соответственно, у нас есть у каждого модуля как отдельного компонента системы. Соответственно, когда мы делаем правил код модуля как-то, и этот код модуля попадает в патч-релиз, даже если мы делаем какие-то незначительные оправки, которые никак не повлияли на функциональность модуля, и мы уверены, что они никого не поломают, мы увеличиваем патч-версию этого модуля. У нас есть минорная версия, которую мы увеличиваем в том случае, когда мы добавляем новый функционал модуля. То есть мы добавляем, например, какие-то API этого модуля. И, соответственно, если мы что-то ломаем, например, ломаем существующие API этого модуля, мы обновляем мажорную версию модуля. Здесь очень важно еще различать, что в Magento есть две версии. У нас есть версия модулей, которая соответствует семантическому версионированию, и у нас есть маркетинговая версия. Соответственно, 2.0, 2.1, 2.2 – это маркетинговая версия продукта. Соответственно, следующая там будет… мы вот зарелизили 2.2.0, мы будем релизить патч 2.2.1, это все маркетинговая версия. Но у каждого модуля есть своя версия. И они не связаны. Да. Мы хотим распространять требования backward compatibility на весь код, который помаркан у нас как API. Сейчас расскажем, почему это важно. Мы очень сильно… То есть мы видим, как рынок динамически развивается. Меняются требования, меняются технологии, меняются стеки технологии. Все очень меняется. Соответственно, мы хотим оставлять за собой право иметь достаточно большую свободу в изменении кода, которую, например, мы не имели в Magento 1. Соответственно, мы хотим отметить вот тот gateway, вот эти фасадные интерфейсы, и сказать, что вот они есть, мы будем призервить backward compatibility для этих сущностей. Для всего остального кода мы считаем его приватным кодом, и мы его можем ломать, как хотим. А вы не должны хотеть на него зависеть. Соответственно, мы вам показываем, что есть приватное, что есть публичное, с помощью PHP-аннотации API. Публичный и приватный код. Соответственно, то, о чем я уже говорил. Мы начали строить сервис-лэйр, и мы изначально предполагали, что только сервис-лэйр будет публичным кодом, на который могут полагаться другие модули. Ну, соответственно, объем рефакторинга был бы очень большим, и мы его до сих пор делаем, но это достаточно длинная история по рефакторингу модулей. Соответственно, в какой-то момент, а этот момент настал перед релизом 2.2, мы решили сказать, окей, давайте просто посмотрим, как используют наш код системы, модули экстеншенов, модули кастомизаторов, и отметим по-честному, какие у нас сейчас классы, сущности интерфейса могут являться API. И в релизе 2.2.0 мы фактически отметили классы, интерфейсы, которые мы увидели, что они действительно являются API, мы их отметили. И, соответственно, мы будем накладывать наши требования по backward compatibility вот именно на эти сущности. Поэтому всегда смотрите, когда вы делаете какие-то расширения или кастомизации, или пишете свой экстеншен, всегда обращайте внимание на то, что вы зависитесь на коровские модуля, на коровские классы и интерфейсы, которые маркнуты как в PHP аннотации API. Потому что если вы зависите на какие-то другие сущности, то вас могут подстерегать очень интересное и интересное времяпрепровождение после апгрейдов, например, даже на патч-релизы Magento. Потому что для вас, на самом деле, все хорошо произойдет, если оно у вас просто поломается. То есть это все хорошо. Самое плохое может произойти, если у вас, например, навешаны какие-то плагины на сущности, которые взяли и просто удалились. Таким образом вы даже просто не будете знать, что по большому счету ваш экстеншен не работает больше. Ваша Magento продолжит работать. Например, а если вы собираете, ну, допустим, я не знаю, но какой-нибудь а-ля Google Analytics вы пишете или другую аналитику, и вы там трекаете изменения по покупкам, по продажам, еще почему-то, неважно почему. А мы просто взяли и поменяли классы, и это теперь другие классы. И вы такие собираете, собираете эту статистику, потом приходите в конце месяца, смотрите, а у вас статистики нет. Потому что все, что вы трекаете, его просто нет, оно переехало. И вот это будет хуже ситуация, чем если оно у вас явно поломалось на этапе апгрейда. Поэтому очень внимательно смотрите, относитесь к тому, что вы зависите на публичный код. Вот здесь длинный список, он, кстати, неполный того, что мы называем публичным кодом, того, что мы маркаем как API. Я даже не буду долго останавливаться на всех этих списках. То есть, по большому счету, в коде это интерфейсы, классы, которые маркнуты как API в JavaScript, это интерфейсы, классы, интерфейсы, маркнутые как API, виртуальные типы. Мы делаем марки API в наших XML. По большому счету, большая часть XML является тоже API. И так далее, и так далее. Идем дальше. Здесь есть очень интересная штука. Она не связана с PHP, например. То есть, то, о чем я буду говорить, по большому счету, оно не связано с PHP, оно, может, даже во многом не связано с Magento. Это как бы просто опрограммирование. Вот, опрограммирование API. Потому что, да, есть statement, это действительно того, что самое сложное в программировании, это… Кто знает, что самое сложное в программировании, кстати? Называть классы. Называть классы, очищать, инвалидировать кэш, да. Вот, но есть еще, когда вы начинаете писать, вы уже придумали, как назвать классы и разобрались с инвалидацией кэша, то основная проблема, когда вы особенно пишете фреймворк, это сделать качественные API. Потому что качественные API, они должны быть неизбыточные, они должны быть лаконичные, и они должны иметь возможность легко эволюционировать и при этом ломать как можно меньше людей. То есть, это очень большое требование, которое нужно еще уместить. Соответственно, когда мы начинаем рассматривать, что такое вообще API, что такое интерфейсы, и вообще как могут использоваться интерфейсы, по большому счету в любом языке программирования, мы приходим к тому, что интерфейсы могут использоваться как тремя способами. Они могут использоваться как API, то есть, по большому счету, когда вы просите какой-то интерфейс или класс. Кстати, когда мы говорим о классе, да, то есть, мы же понимаем, что мы обычно, ребята из Magento, когда делают доклады, они говорят о классе, они говорят о контрактах. Мы обычно говорим о контрактах, а не интерфейсах. Когда мы говорим о классах, мы говорим, да, вот у него есть контракты, но по сравнению, кстати, почему мы не делаем, почему мы не делаем protected, не используем больше. Потому что класс – это два контракта. Это публичный контракт и protected контракт. Если у нас два контракта, нам надо презервить для backward compatibility в два раза больше. Соответственно, это одна из причин, почему мы стараемся избавиться, ну, не стараемся, мы избавились от protected, и мы его не используем в принципе. Вот. Соответственно, когда мы говорим о контрактах, ну, то есть у нас есть вот понятие API, то есть мы просим интерфейс, мы его вызываем, да, то есть вам, например, нужно получить продукты, вы берете product repository, вы подготовите какой-то запрос, говорите get list, получаете список продуктов, с ними работаете. В данном случае вы работаете с product repository, как с API, то есть вы берете его и вызываете. Другое использование есть как SPI. Вот, SPI – это немножко другое использование. То есть основное отличие в чем? Грубо говоря, у вас это интерфейсы, которые предполагаются, что их кто-то реализует, но не будет напрямую вызывать бизнес-логики. У нас есть очень хороший пример, у нас есть в Magento модуль search, поиска, и есть, соответственно, логика поиска. И логика поиска, она агностична к адаптеру, который выполняет поисковый запрос под капотом. А, соответственно, у нас есть три адаптера. У нас есть Solver, Elasticsearch, MySQL. По большому счету, более того, комьюнити разработчики могут создать даже Sphinx, и это не есть проблемой. Потому что у нас есть отдельная пачка интерфейсов, которые мы… фактически это а-ля factory интерфейсы какие-то. Мы говорим, вот если вы предоставите имплементацию для этих интерфейсов, вы можете подключить Sphinx. Вот. Но при этом в бизнес-логике, то есть в логике наших модулей Magento у нас будет дергаться бизнесовый интерфейс search. Соответственно, бизнесовый интерфейс search будет API, а вот эти адаптерные интерфейсы, которые мы предполагаем, что кто-то предложит для них реализацию, являются SPI. И это немножко по-другому. Сейчас я расскажу, почему это важно, потому что, может быть, кажется, ну, окей, интерфейс, там, где-то его используешь, там, где-то его предлагаешь для него реализацию. Почему имеется разница? Разница существует в постэволюционном развитии этих интерфейсов API и SPI. Соответственно, когда мы говорим об интерфейсах, которые мы релизим, после того, когда мы их зарелизили, мы, ну, как правило, мы стараемся их не менять очень быстро, да? Потому что, ну, если мы будем каждый следующий релиз делать backward incompatible изменения в одном и том же коде, я думаю, что вы нас быстро возненавидите. Вот. Поэтому мы стараемся вносить изменения как можно реже. Ну, естественно, мы их как-то вносим, иногда мы их вносим, но стараемся не делать это часто в одних и тех же компонентах. Потому что точно так же, как и нам нужно время, вам нужно время тоже для адаптации ваших проектов. Соответственно, здесь мы должны рассмотреть, как наши интерфейсы, они могут развиваться в backward compatible way. Здесь мы рассматриваем использование API контракта. Здесь это класс, ну, неважно, мы уже говорили, да, мы говорим о контракте, когда говорим контракт, это интерфейс, да? Класс это тоже, ну, класс просто имеет два контракта. У нас есть некая сущность API, у него есть какой-то публичный контракт, и у нас есть какой-то клиент. Пусть это будет клиент, это будет ваш серф-пати модуль, который просто инстанцирует, естественно, не через new, new это очень плохое, это статическая зависимость, вот это все-все плохо, но неважно, вы как-то это создали, там, через DI попросили, и вы используете этот существующий контракт. Все ок. После этого мы, например, у себя в версии Magento анализируем коды, решаем добавить еще один метод. Мы добавляем еще один публичный метод, new contract, добавляем в эту же сущность. Поломаем мы вас? Да нифига не поломаем. Вы как зависели на эту сущность, на один существующий контракт, у вас все хорошо. То есть, все у вас хорошо. То есть, добавлять в API мы можем легко. Что мы не можем делать? Мы не можем изменять контракт. Изменять контракт мы не можем, а также мы не можем удалять. То есть, когда мы используем интерфейс как API, мы можем легко добавлять туда, это будет backward-compatible, но мы его не можем удалять оттуда, части контракта, и изменять. Когда мы используем интерфейс как SPI, то есть, например, у нас есть два метода. Один из них, ну и, соответственно, есть реализация существующая, какого-то экстеншена, которая предлагает две реализации. И потом мы взяли и удалили один метод в следующем Agenda релизе. Все ок, все ок. То есть, ваш экстеншен, который предлагал два метода, он продолжит работать. Потому что, ну окей, контракт изменился, он предлагает, предоставляет как лишний метод, но этот метод, скорее всего, уже не вызывается, и как бы все ок. То есть, вы можете проапгрейдиться без боли. Но, что вы не можете сделать, вы не можете домазать метод. То есть, если вы домазываете метод в этот интерфейс, вот контракт C, то существующие экстеншены ломаются. Поэтому очень важно знать, как интерфейс используется. Он используется как API или как SPI. Потому что мы видим, что как могут эволюционировать интерфейсы. Если интерфейс API, то в него можно добавлять поведение. Если интерфейс SPI, из него можно удалять поведение. Это будет backward compatible. Если интерфейс и API, и SPI, он не может эволюционировать. То есть, после того, когда он зарелизился, что бы вы с ним ни делали, вы поломаете клиентов. Поэтому старайтесь этого избегать. Можем ли мы этого избегать? Теоретически могли. То есть, мы могли бы разделить интерфейсы, ввести, например, PHP-нотацию SPI и говорить, что вот эти интерфейсы, они будут использоваться исключительно для вызовов, другие будут использоваться для того, что предполагается, что кто-то будет предлагать свои реализации. Но мы решили, что это будет большой overhead для людей, которые с этим будут работать. Поэтому наши все интерфейсы, они маркнуты как API. То есть, мы не разделяем у себя API и SPI, но что? Да, SPI у нас аннотированы так же, как и API. Соответственно, кто вообще принимает решение относительно того, это API или SPI? Будете принимать вы. Мы решили, мы не можем это сделать, потому что мы не знаем, как вы используете Magento. Magento используют по-разному. И даже тот же repository-интерфейс, например, product repository типичный, мы его воспринимаем зачастую как API. То есть, мы воспринимаем, что кто-то будет брать repository, они будут брать, доставать из нее продукты и так далее. Потому что repository внутри себя используют другие интерфейсы. Она, например, будет использовать команды, которые внутри себя используют ресурс-модели, команда уже является SPI. Но мы понимаем, что, в частности, Настя говорила о том, что многие Magento 2 экстеншены и коды, он по-прежнему похож по своей философии на Magento 1. Поэтому мы максимально не хотим усложнять вещи для вас. Поэтому что? Поэтому мы не разделяем. И мы говорим, что по большому счету какой-то из экстеншенов может давать свою реализацию продуктовой репозитории. И, например, это не совсем правильно. Это неправильно с точки зрения Magento и разделения по лейер этой архитектуре. Но кто-то даст свою репозиторию, из которой он будет доставать и, например, класть продукты в Elasticsearch. И он это сделает на уровне репозитория, а не на уровне Persistence Layer. И это некорректно с точки зрения архитектуры, но это вполне может работать. Этот экстеншен может продаваться, он может приносить кому-то деньги. И мы говорим, окей, пусть так. Но только вы сами должны определять, на что вы зависите. Если вы зависите на API, то, соответственно, в ваших Composer Dependency вы должны поставить зависимость на мажорную версию модуля. Грубо говоря, вот здесь вы зависите на репозиторе кастомеров, и вы просто вытягиваете кастомеров через публичное API этого модуля. Соответственно, вы делаете просто зависимость на мажорную версию модуля. И, соответственно, что? Соответственно, вы легко можете апгрейдиться, и мы это гарантируем, что вы легко можете апгрейдиться на патч и на минорные версии в рамках этого модуля, и мы вас не поломаем. Если вы используете наши интерфейсы как SPI, соответственно, например, вы предлагаете свою реализацию для кастомер-репозитори, вы должны зависеться на мажорную плюс минорную версию модуля. И, соответственно, вы можете апгрейдить ваш модуль только в рамках патч-апдейтов. Да, вот так мы периодически пишем по поводу того, когда мы вносим Backward Incompatible изменения, мы говорим о них, чтобы вы тоже о них знали. Сейчас мы поговорим по поводу того, чем для нас вообще грозит Backward Compatibility. То есть знаете, в чем штука? Иногда к нам приходят, к чувакам, которые работают в Core, другие чуваки, которые не работают в Core, но работают с Magento, и говорят, как-то вы медленно пилите. Ну то есть мы обычно успеваем столько кастомизации сделать, столько экстеншенов написать. Мы там адаптировали с Magento 1, на Magento 2 уже 20 экстеншенов, а вы не можете какие-то базовые вещи доделать. И вы как-то, ну velocity у вас какое-то, ну вообще. И здесь нужно понимать, что требования по написанию кода у нас, и в частности Backward Compatibility, они очень строгие. Сейчас я вам просто покажу, ну то есть я сейчас рассказывал, может быть для вас это звучит как бы, но это не те вещи, с которыми вы часто сталкиваетесь, поэтому ну как-то интерфейс эволюционирует, эволюционирует, ну окей. Просто я покажу, какие вещи нам нельзя делать. В частности, нельзя было делать для релиза 2.2. А потом мы сейчас, потом из этого мы перейдем к тому, к каким видам интерфейса мы пришли, и как это, мы считаем, помогло нам жить. Нам нельзя удалять интерфейсы класса. То есть до Magento 2.2, я говорил, что в Magento 2.2.0 мы помаркали все по-честному и сказали, вот это теперь честные интерфейсы, неважно, что они, некоторые из них, они страшненькие, иногда мы даже хелперы помаркали, хотя мы как бы, у нас есть что-то такое, ну мы бьем плетьми тех, кто создает хелперы новые, вот, при том, как делаем это с core, ну core программисты этого уже не делают, но вот если это кто-то делает, кто пытается нам доставить код, мы 10 плетей даем сразу, вот, поэтому даже некоторые хелперы у нас помарканы как API. Мы, нам нельзя удалять public-protected методы. Почему protected? Потому что, потому что это тоже контракт, контракт для наследования. Нам нельзя даже добавлять методы, вот. Вот это, кстати, пример того, как category repository у нас был и у нас не было здесь метода get-листа. То есть мы, команда, которая это пилила, она считала, что у нас есть get-hierarchy interface, category hierarchy, это был отдельный интерфейс. Они решили, что можно все делать с помощью того интерфейса, поэтому зарелизились, мы их зарелизили, а потом поняли, что с помощью hierarchy интерфейса нельзя искать по category name. Поэтому мы должны были домазать get-list, типичный, который у нас есть в репозиторе, но домазать его в интерфейс мы не могли, потому что мы сломаем кого? Мы сломаем тех, кто использует репозитори как SPI, то есть кто предлагает свою реализацию. Мы добавим туда еще один метод, у которого не будет, ну, соответственно, реализации. Мы сделаем их класс абстрактным. Вот. Поэтому что? Поэтому мы ввели отдельный интерфейс, который имел один метод. category list интерфейс. Это, ну, вот так это как-то все происходит. Потом, да, нам нельзя удалять статические функции, слава богу, их у нас не так много. Вот. Собственно, мы не используем статические функции в принципе. Нам нельзя добавлять параметры в метод. И, ну, и, соответственно, параметры в protected методы тоже нельзя добавлять. Здесь, 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 здесь. Ага. Здесь показывается, например, что мы делаем, когда вот у нас был метод updatePrice, он был protected, и мы таки хотим добавить scope, чтобы это делать в каком-то scope. Что мы делаем? Мы добавляем приватный метод, мы добавляем updateScopePrice в том виде, в котором мы хотим сделать, и делаем, чтобы старый метод обязательно вызывал новый. В случае приватного метода это может быть еще не так страшно, но особенно, когда мы добавляем, это делаем с публичными контрактами. Вот. Мы очень всегда хотим, чтобы у нас была единая точка, точка кастомизации. Поэтому весь отрефакторенный старый код всегда должен вызывать новые методы, которые мы сейчас считаем как актуальные API. Соответственно, type модификация, модификация конструкторов и так далее, и так далее, и так далее. Много всего. Ну, а так, например, кстати, мы добавляем, когда мы фиксим баги, вот такой способ мы придерживаемся для того, чтобы добавлять новые dependency. Да, Magento имеет конструкторную инъекцию. Вот. И это круто. Кстати, кто считает, что конструкторная инъекция – это круто? Кто считает, что сеттерная инъекция – это круто? В Magento абсолютно сознательно нет других видов инъекций, кроме конструкторной, потому что мы не размениваемся по пустякам, и в частности, это отдельно как бы и шаг в сторону иммутабельности, потому что все сеттерные, конструкторные, пропертевые и так или далее, они вас ведут к тому, что вы всегда можете подсетать что-то, изменить состояние объекта позже. Баги, они находятся всегда между слоями архитектуры, а слои архитектуры, они как раз… Ну, то есть у вас, как правило, баги не всегда происходят из-за того, что у вас объект гуляет по системе, как это особенно было в Magento 1, когда мы там создавали объект, кидали left-join, кидали event, кто-то на него навесился, навесился, мы выполнили. Вот эти гуляния объекта, registry еще очень популярные были штуки. Соответственно, вот это гуляние объекта по системе, оно всегда приносит к тому, что кто-то изменяет его state, потом это не отследишь, и потом у вас какие-то непонятные проблемы. От этого мы хотим избавиться, поэтому конструкторная dependency-инъекция, она, в частности, помогает писать вам иммутабельный код. Соответственно, что нам делать, когда у нас… Ну, то есть мы знаем, что мы хотим какие-то внести изменения, и мы знаем, куда мы хотим изменения внести. И мы добавляем… Ну, соответственно, так как если мы хотим написать новый код, он, как правило, ведет к новым зависимостям в классе. Поэтому для добавления новой зависимости мы делаем какие-то вот такие финты ушами. То есть мы создаем опциональные dependency в конструкторах, которые сразу нулифицируем, для того, чтобы люди, которые инстанциировали класс, не передавая этих зависимостей до этого, у них тоже произошло создание. И в самом конструкторе мы проверяем, ага, нам было ли передано с помощью dependency injection эта зависимость или нет. Если она не была передана, мы тогда ее сами явно вызываем через нас, наш object manager. То есть вот какие-то такие делаем сложные штуки для того, чтобы просто добавить новую зависимость в класс. Ну, много еще других ограничений. Так. Ну и, соответственно, главное правило для нас, когда мы релизили 2.2, да, мы его релизили достаточно, ну, не так долго, но, в общем, мы его релизили. Вот. Соответственно, требования по backward compatibility, они для нас были важнее, чем красота кода. То есть главная задача стояла не поломать. И, да, у нас есть достаточно много метрик по code quality. Одно из самых главных метрик по code quality, особенно когда мы говорим о солиде, да, там, о единой ответственности и прочее, мы приходим к тому, что когда мы изменяем код в backward compatible way, так или иначе мы докидываем-докидываем новые зависимости, но при этом мы не можем удалять старые, потому что если мы будем удалять просто старые, мы снова кого-то поломаем, это будет backward incompatible. Поэтому у нас начали появляться что? У нас начали появляться coupling between object. То есть мы используем phpMD, mass detector, который считает количество внешних зависимостей per class. Мы используем дефолтный stress hold, который является 13 внешних зависимостей для класса. Вот. И, соответственно, мы начали все больше и больше начали у нас выстреливать проблемы, когда люди начали сопрессить, сопрессить coupling на насущностях, потому что они все добавляли, добавляли эти опциональные зависимости. И исследование backward compatibility, оно не совсем не отрицает того, что мы должны делать рефакторинг. Более того, мы не можем себе не позволить делать рефакторинг. Рефакторинг – это просто обязательная штука, которую нужно делать. И сейчас я покажу, например, какие-то… Как у нас делается достаточно сложно делается рефакторинг. То есть на каком-то простом примере, просто как поэтапно делается рефакторинг для того, чтобы одновременно следовать требованиям Agento и решить какую-то проблему. То есть, допустим, у нас есть какой-то класс. И, допустим, у него уже сейчас мы достигли того, что количество внешних зависимостей, ну, то есть у него-то оно нормальное здесь. Ну, допустим, что у нас расход был 3, и мы такие добавили эту зависимость, и все как бы стало плохо. При этом у него есть какой-то вот такой метод, в котором, собственно, выполняется вся эта бизнес-логика. Метод этот публичный save links by source. Это какой-то код. Вот. Соответственно, мы не можем... мы не можем менять контракт публичных protected методов, мы не можем их удалять. Соответственно, метод должен остаться в классе. Вот. Мы добавляем сервис, который мы отдельно создаем. Вот он в конце добавился, source query link service interface. Соответственно, текущую старую реализацию мы фактически превращаем в фасад над новой оберткой. То есть новая, которая добавляется, мы ее маркнем API и скажем, что вот она появилась. Старый метод мы обязательно маркнем как deprecated и напишем C, смотри на новый, но при этом старый должен вызывать новый. Почему так? Потому что, опять же, если вы плагинизировали старые методы, ваши плагинизации должны работать. То есть мы стараемся сделать так, чтобы все кастомизации, которые у вас были в коде, например, плагины, навешанные на старый метод, они обрабатывались. Более того, мы поддерживаем еще единую точку расширения. Мы стараемся ее поддерживать во всем. То есть мы говорим, что если у нас появился новый вот этот интерфейс, это должно быть для вас единой точкой расширения, которую вы плагинизировали, и старый legacy код, и новый будет проходить через нее. То есть вам достаточно одного плагина. Вам не нужно плагинизировать две штуки. Соответственно, старые protected публичные методы должны быть помечены как deprecated, я как раз об этом сказал, и c tag. Соответственно, дальше мы удаляем все ненужные private property. Private не является контрактом, поэтому мы можем их грохнуть, чего мы не можем сделать с protected. Соответственно, маркаем как deprecated неиспользованное property, и для того, чтобы их mass detector не считал, потому что mass detector их по-прежнему будет считать, мы убираем типизацию из doctype. Соответственно, вот как-то так это работает. Но при этом основная проблема у нас все равно здесь. То есть в конструктор нам все равно приходят типы, которые вот считаются. То есть все равно вот здесь mass detector будет падать, и он будет падать по поводу того, что мы превысили количество внешних зависимостей. Соответственно, нам надо призервить сигнатуру конструктора, и мы убираем type hinting теперь отсюда. Более того, и мы убираем переменные, которые использовались. Соответственно, мы получаем unused… То есть вместо одного suppress warning мы получаем другой suppress warning по поводу unused formal parameters, которые передаются в конструкторе. Как-то это так выглядит теперь. Но мы решили проблему с каплингом. Естественно, это не финальная версия класса. То есть после того, когда… То есть вот это рефакторинг, который произошел с точки зрения backward compatibility. То есть здесь мы решили основные вещи. Мы выделили новый правильный контракт, который мы хотим иметь. И мы сделали так, что старый код, он использует этот контракт. Вот. И при этом старый код, он не является… Ну, то есть его количество dependency не разрослось. Когда нам будет позволено делать backward incompatible изменения, мы просто грохнем лишние параметры в конструкторе. На самом деле конструктор нам добавляет достаточно много головной боли, поэтому, в частности, мы думаем сделать какие-то крутые штуки, типа сделать автовайринг и вообще убрать конструкторы как таковые. Таким образом, backward compatible update будет писать гораздо легче. То есть не нужно делать очень много вот этих дополнительных штук. Окей. Вот так фактически у нас вы видите, как выглядит backward compatible fix. Это кран в офисе Magento в Киеве. Вот. И тут сразу видно, что его пофиксил, ну, явно инженер. Может быть, даже архитектор, потому что вот такое серьезное решение, но даже почти всегда работает. Но все подобные фиксы, они требуют очень больших усилий. То есть вы видите, что вместо какого-то простого фикса или там просто suppress warning нам потребовалось выделить сущность, нам потребовалось изменить контракты там, сделать фасады. И так как это все еще покрыто дополнительно юнит-тестами, надо поправить юнит-тесты, вот, надо поправить интеграционные. Ну, интеграционные вряд ли, скорее всего, у вас поплыли, но юнит-тесты точно поплыли. Поэтому что? Здесь мы приходим к каким-то следующим рассуждениям. Относительно того, что практики хорошего объектного ориентирования, когда мы говорим о сервис-лейле, то есть когда мы говорим о программировании API, создании API, которое будет использоваться и которые должны иметь возможность эволюционировать, то мы приходим к каким-то вот таким практикам, как конструкторная dependency-инъекция, mutable state, single responsibility, унифицированные интерфейсы, value-objects, которые передаются между сервисами, да, это опять же ход в сторону микросервисов, вот, value-objects передаются, и тогда вам не важно знать, кто реально обрабатывает. И когда мы все эти концепты приводим к одному, вот, получаем, что у нас, нам очень удобно иметь какие-то single-метод интерфейсы, которые будут immutable. И как это вот выглядит? То есть большинство кода, которые мы пишем сейчас, оно выглядит приблизительно так. Наверное, нужно было вставить один, а не два на слайд, чтобы их было лучше видно. Но фактически у нас есть интерфейс, при том интерфейс, который называется как? Его название, оно отображает действие. То есть он говорит, типа, assign sources to stock, и просто его метод execute. Соответственно, он принимает source-id, stock-id. Здесь я, кстати, да, вот здесь, видите, мы уже пользуемся return-тайпами из PHP 7, потому что Magento 2.2 – это исключительно PHP 7. Сейчас мы поддерживаем 7.0, 7.1, вот, поэтому мы здесь не можем делать return-type void, потому что мы все еще 7.0 поддерживаем. Но выглядит это приблизительно так. То есть у нас есть один интерфейс, у которого есть просто метод execute. И для тех из вас, кто любит магию, наверное, есть вопрос, почему не invoke? Ну, типа, я же invoke, и мы могли бы просто сделать один сущность, типа, назвать бы ее, там, assign sources to stock, использовать метод invoke. Ну, проблема как раз в его семантике. Проблема в том, что метод invoke, он не использует strict-typing, он возвращает mix-it-type и принимает вариадик. Вот. А мы хотим использовать фишки PHP 7.0. Ну, мы уже наелись динамической типизации, мы хотим статическую. Вот. Поэтому invoke нам не подходит, и мы используем execute. именно по вот этим причинам. Да, единственным, вероятно, исключением из этого у нас все еще есть репозитори. И репозитори у нас по-прежнему представляют собой фасад, который состоит из некоторых методов. Эти методы, они типичны. Они выглядят приблизительно вот так. То есть это вот такие методы в таком формате вы можете всегда найти в репозиторе. И почему мы оставили репозитори, а не продолжили ее разбивать на отдельные команды? Ну, первое, это потому что репозитори классные. И концепт репозитори, он понятен для многих, кто приходит и начинает программировать, потому что вы их видели где-то в Symfony, вы видели где-то в Zen Framework 2, вы где-то видели их в Java, вы где-то их просто видели, где-то читали о них. То есть вы понимаете, что репозитори, они вам дают какой-то базовый набор операций по менеджменту сущности. Но мы сюда не разрешаем добавлять другие операции по менеджменту сущности, потому что это репозитори, а не какой-то object gateway, в который просто напиханы куча сервисов. Поэтому список в репозиторе методов может быть короче. То есть, например, у нас для сорцов, для некоторых сущностей операции delete не существует. То есть его можно задизейблить, но ее нельзя удалить. Поэтому, например, метода delete не будет, но будут другие методы. И репозитори, они у нас выглядят вот так. То есть мы в какой-то момент тоже пришли к тому, что базовая реализация репозитори, она состояла у нас из, ну, то есть количество внешних зависимостей было порядка 13, что не соответствовало нашему стресс-холду. Фактически поэтому репозитори внутри себя, они используют отдельные интерфейсы команд. И то есть репозитори, она просто является фасадом, который проксирует на конкретную команду. То есть вот так, например, выглядит репозитори по работе со стоками в модуле Multi-Source Inventory. Да. И я уже это показывал, эту штуку. Вначале теперь можно обратить внимание теперь на нейминг. Здесь вы видите как раз, что вот уровень сервисов, который лежит на уровне выше, вот он, вы читаете сервисы, вы сразу понимаете, что они хотят делать. То есть Source Item Saver Interface или там Is Product In Stock Interface или там Get Product Quantity In Stock Interface. То есть вам достаточно прочитать интерфейс, вы понимаете, что он будет делать. Внутри их, естественно, методы Execute. Вот. И да, правила хорошего тона в API, они говорят о том, что вы не должны заставлять клиентский код делать то, что можете делать вы за них. Соответственно, мы не грешим иногда, когда мы видим, что какая-то операция, она очень часто случается, ну, то есть, например, два метод кола, они вызываются вместе, мы иногда делаем сахарные сервисы, которые вызывают внутри два API. Да. Я просто обычно всегда на своих слайдах вставляю свою фотографию. Вот. Вот это у нас, ну, то есть, почему очень важно, я начинал свою речь с того, что очень важно комьюнити. У нас есть открытый канал, где мы общаемся, открытый Slack-канал, там сейчас больше, чем 600 человек, там больше, там есть много каналов, все общаются по разным темам, то есть, есть General-каналы, есть каналы обсуждения пул-реквестов, архитектуры и так далее. Вот. Точно так же, как можно с нами попрограммировать, и мы стартуем офигенные ивенты, которые, ну, то есть, мы считаем, что они офигенные, люди, которые на них приходят, они тоже обычно считают, что они офигенные, вот, когда, который называется contribution-дни, когда люди приходят и программируют с нами, вот, и потом в результате этого дневного хакатона фактически делаются пул-реквесты, которые идут в Мадженту, мы их там принимаем, соответственно. Вот. И чтобы быть на, вот, на этой волне общения с нами, вы можете просто написать и пингануть нас по вот этому мылу, и мы вас добавим во все наши какие-то треды, за которыми вы сможете удобно следить, потому что у нас сейчас очень много каких-то важных тем, которые мы обсуждаем, например, добавление graph.ql в Мадженту, добавление pwa в Мадженту, вот, создание нового ORM в Мадженту. То есть и вам не нравится какая-то часть архитектуры или вы считаете, что вы можете улучшить ее? Пишите. Ну, то есть мы сейчас как никогда респонсив. Вот. И да, ивенты. Это ивенты, которые будут этой осенью и даже зимой. Мы, все ивенты открыты. На самом деле, ну, количество метапов этой осенью связанных с Маджентой, оно очень радует. Очень радует количество людей, которые приходят на эти метапы. И действительно, когда мы начинаем, когда люди начинают учить что-то новое, особенно, может быть, не такое совсем простое, как хотелось бы, вот, или, может быть, наоборот, достаточно простое, как раз очень важно вот этот обмен общением, опытом. поэтому ходите на метапы, участвуйте в каких-то, участвуйте в этой Маджентодвижухе, это точно лишним не будет. И мы будем проводить в Киеве 15-го числа очень большую конференцию. Мы планируем собрать 500-600 человек. Вот, она пройдет в два дня. Первый день будет Contribution Day, потом будет сам MageConf, туда приедут иностранные спикеры, ну, в общем, будет крутое событие. Следите за нашими новостями, мы пишем их, стараемся везде. Вот, и, наверное, это все.